Что касается нас, то президентским указом, подписанным в начале недели, отправлен в отставку генерал-майор Олег Никифоров, теперь уже экс-начальник Рязанского регионального управления МЧС. Как известно, Никифоров до сей поры находился в сверхдлительном отпуске, который взял аж в январе прошлого года. Стоит напомнить, что в середине этого февраля в Рязани вынесли приговор трем достаточно высокопоставленным сотрудникам регионального управления МЧС, замешанным в коррупционном скандале. Статьи у начальников традиционные – взятка, мошенничество, присвоение средств. При таких подчиненных руководителю остается одно – писать рапорт, подавать челобитную, да и собираться на заслуженную пенсию. О том, что в отношении самого Никифорова было возбуждено дело, также писали, однако старой ворошить не хочется. Тут прошлый министр обороны сотоварищей на всю Россию прославился в кавычках, и то как-то обошелся без черной скамьи подсудимых. А у нас репортеров Олег Михайлович Никифоров, честно говоря, оставил вполне благоприятное себе впечатление. И еще о героях вчерашних дней в их сегодняшней судьбе. В том же 132-м указе президента идет речь о еще одном, хорошо известном в недавнем прошлом всем рязанцам человеке. Заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России назначен Олег Адольфович Коршунов. При губернаторе Шпаки он был заместителем председателя правительства области, возглавлял управление экономического развития. В те годы Олег Адольфович любил общаться с прессой и гонять на мотоцикле, как уж сейчас неизвестно. Ну и завершая тему о судьбах рязанского начальства, сообщим, что дело экс-начальника регионального ГИБДД Александра Алфосова и некоторых других руководителей ведомства после продолжительного, но интенсивного следствия, наконец-то направлено в суд. Уголовное дело, напомню, было возбуждено 3 апреля 2012 года, когда после получения взятки в размере 459 тысяч рублей через подчиненного сотрудника в своем служебном кабинете сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления регионального ФСБ был задержан Александр Алфосов. Следствием установлено, что руководство областного управления ГИБДД принуждало подчиненных сотрудников осуществлять выдачу так называемых красивых номеров, а также водительских удостоверений за денежные вознаграждения. Деньги обвиняемые получали от сотрудников управления ГИБДД за общее покровительство и попустительство по службе. Взятки также получались с предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности и выделение служебных автомобилей сопровождения при перевезке организациями крупногабаритных грузов. Всего же обвиняемого вменяется в получении взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей.